Утро утра ночу на моноколесе с собой скетчбук и бинель не а я я забыл ручку что такое я забыл ручку чем блин скетчбук взял ручку забыл сначала храм а потом ручку нужно где-то срочно купить супер архитектура и пупсики да вообще их порядком обожаю и чуть кофе с собой надеюсь это не увидит итальянцы и превосходные архитектуры а как это круто нужно срочно купить линер или перьевую ручку и наверно пойду туда кировский магазин буква я как прошлый как вчера есть еще комус но кажется там моих линеров любимых микроновских такие типа дала то вроде бы не продается вот-вот я думаю нормальный размерчик для рисунка во всю стену просто во всю стену вот так и надо я думаю я бы там пупсиков нарисовал симпатичных меня за это всякие ютубы инстаграммы и фейсбуке банят немножко банят неужели и горожане забанят из-за симпатичных пупсов неужели понятное дело я про обнаженку тут допустим будут античные приличные пупсики ну да приличные а напротив мои не очень приличные питер блин внезапно хорошая погода но самоизоляции чё более а вот походу и я тык-тык так выбираться такие винтажные машинки а мне снова буквоят за миштяками паспастель и сангин вроде еще есть вернее соуса и сангина моих любимых линнеров нету попробую вот эту странную хрень 59 рублей оставила как обычно всем советую железная крюшка про питер идеально абсолютно эверал да все есть думаю не обновит ли мою мокку но пока сдерживаюсь пока прохожу немного пока рано года в питере и такая такая минуте скачу сюда зарисовать спич того что пришло в голову по вчерашним проектом или чуть больше но может на 15 когда покупал очередную ламию отпраздновал это манго мороженое ништяки ну в общем я понял что хотел это про бассейн на склоне с разрученной площадкой 2 20 метра ведь сверху очень узкий участок и это все на горе находится и короче отправил в смысл оказался супер хреновым вот это почти не пишет очень плохо но вот это пишет слишком жирно короче супер полезная штука дико удобно на кармане да сап дико крутой такие ворота построил ах крутой оклод еще более но смысле такой же крутой все они крутые что я должен делать чтобы быть как ребята которые создавали советскую архитектура тоже абсолютно абсолютно крутые я знаю что нужно сделать нужно подстричься и тогда я прям зарисую огонь и проектировать буду просто прям неимоверно ну-ка ну чё огонь подстричься и я думаю теперь мои скиллы рисунка и проектирование вырастут неимоверно просто прям геометрической прогрессии кто использует такой же метод прокача своих рисовальных скиллов отпишитесь об эффекте в комментариях у кого как работает мощно же вот она вот она моя утренняя потеряшечка биналь не тогда кто на трудом 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 не всякие маркеры то я вот чего подумал дай-ка я возьму вот например вон ту и разберу чтобы вам было легче интересней и может быть не так страшно переходить на большой формат я пришел или радуюсь от этого очень сильно я думаю дай-ка я проговорю там что вот в таких штуках важно чтобы вам было проще почему картинки вешать на стену это круто потому что они все время под рукой вот так вот подошел смотришь такой фрагмент а я вот это не отработал или смотришь такой фрагмент может быть может быть вот вот так нужно было по-другому ну то есть мозг работает автоматическом режиме и анализирует всю эту историю почему они по всем сторонам не прикреплены потому что мне лень и мне нужно уже туда приносить не вот эти картинки лист лист специально купленный чтобы рисовать на большом формате вот смотришь так и все время с тобой история и все время актуализируешься да короче я откнопливаю этот лист тык-тык на такой зелененькой прицепленный тык-тык как тебя пошли 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 карче аızу и расскажу смотрите любопытно графика у меня в скетчбуке вот как раз на прошлое видео я рассказываю поездку была 호 и в need компании рисовал вот эту эту историю вот она и вот это уже графика она тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык bed более грубый инструмент маркер линер и приобретает большой размер да вот например скетчбук вот он так эпично тут выглядит и вот тоже скетчбук и вот рисовка линером и маркером рисование и скетчинг в общем то про что я говорил берешь и переводишь графику из одной структуры в другую из одной эффектности в другую из одной задачи в другую импрессии не свойственно почему это хорошо это интересно потому что берем и делаем наброски например как у меня в скетчбуке это легкие быстрые простые наброски и потом думаем у нас есть немножко времени и может быть мы их немножко поддалим ну сделаем больше деталей нарисуем больше деталей и наше изображение станет эффектней наш скетч станет красивее наш рисунок станет выразительный окей ничего же этому не мешает и я частенько так делаю когда тупняк когда немножко ты думаешь о своем задумался и рисуешь всякие красивости то есть для меня главное нарисовать форму главное нарисовать проектную идею если это проект по ландшафту или архитектуре благоустройству или архитектура или ландшафтная архитектура все что угодно я сначала пытаюсь иллюстрировать мысль я рисую мысль потом я рисую всякие красивости корявки там дым дым листики цветочки прочую штуку в общем вот и вот здесь точно так же переходит один тип графики вот нарисованный перевой ручки бенелли очень крутой в другой тип графики нарисованные каким-то простым маркером ну как бы одна и та же вы нарабатываете скиллы на одном а вот эти вот скиллы ваше рисование они переносятся на другой тип рисунка хотя он в общем похож и на другой формат ничего не страдает вот это кусочки а4 видны вот это формат а2 рисунок форм на формате а2 и композиция первые композиции в листе не сказать что она идеальная это делал для того чтобы отработать чтобы волевым способом перейти на формат а2 и композиция такая трехсекционная один домик второй домик третий домик и рисунок деревьев он служит как иллюстрирование вот этим большим сегментом это не продуманные штуки это мои тренировочные штуки видите я тут просто тренируюсь там рисование травы и в рисовании кустиков в рисовании деревьев чтобы это максимально быстро было и эффектно тренируюсь в рисовании скульптуры в обобщении этой истории в рисовании арок стрельчатых обычных круглых набираю интенсивные тени в листве в рисунке набираю различные текстуры это все мои тренировки то есть берите такой лист например и тренируетесь начинал я по моему вот этого среднего домика и думал как пойдет я буду развивать рисунок в разные стороны но нарисовал вот этот домик потом присылал лестницу пошел сюда сделал арку потом пошел сюда один этаж второй этаж третий этаж выращивал как будто бы строится домик и потом начинал выравнивать композицию вот это вот тын-тын-тын с помощью деревьев Прямоугольные формы идут через округлые, бионичные формы деревьев. Прямоугольная жесткая форма, округлая форма. Округлая форма, жесткая форма. Округлая форма, жесткая форма. Мягкая форма. Вот. И смотрите, что происходит со светом. Свет и тень это тоже композиция. Светлые части. Вот они. Тыдын, тыдын, тыдын. Вот этот блок пятно светлых частей. Потом идут темные части пятна. Я, как в видео про анализ итальянской графики, стараюсь работать вот с этими большими пятнами. И вот эти все пятна, они тоже делятся, например, на вот светлое пятно, вот темное пятно, вот светлое пятно, вот темное пятно. Вот здесь ритмы. Темное, светлое, темное, светлое, темное, светлое. Темное, светлое. Темное, светлое. Темное, светлое. Вот такая штука, и она работает. Используйте. Про инструменты. Судя по грубости штриха, вот таком грубости прям, я использовал скорее всего я уже не помню но вот этот линер это пигма график пигма график микрон вот с таким долотом покупайте используйте хороший тема он может знаете как вот так на этот уже плохо рисует проблема короче углом можно набирать более тонкие линии и тут же делать широкую линию вот так это работает это линер микрон пигма графикс а это линер скетч маркер сейчас покажу тоже можно использовать в такой технике например вот у него есть вот такое золото она может рисовать смотрите тын 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 набираю тын тын набираю из таких штучек и составлены все вот эти вот странные штучки и например там текстура тын 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 и тут же широкая линия дико удобно для больших форматов для маленьких форматов супер грубовато но для больших ok переходим к другой стороне смотрим здесь более тонкая такая штука в общем тоже ей можно довольно удачно рисовать все эти же штучки но я предпочитаю обратную сторону но это как бы кому что более удобно и вот такие два инструмента они собственно и закрывают всю вот эту вот тык тык историю с листом а вот это вот вот это идет сюда а вот эти идут сюда вот так выглядит в общем чтобы делать и то и то достаточно вот такого набора ну и плюс то бумага которая вам нужна я предпочитаю всегда бенелли перевые ручки но если мне нужно сделать большую штуку я беру например вот такой набор маркер линер и это прекрасно работает технику наработанную перевои графикой я переношу на технику работы маркером и это все работает то есть вы учите одно прокачиваете скиллы в разных техниках супер же еще здесь в картинке хорошо работают ритмы ритмы белая черная белая черная белая черная белая черная белая черная мы уже поговорили про ритм через тоже белое черное в текстуре рисунка и в светлых темных пятнах вот здесь ритм присутствует также и в колонне и понимаете ритмов этих как будто бы много слоев в рисунке поэтому он становится привлекательным то есть я проговорил один который есть в композиции рисунка вот мы проговорили еще один который есть в текстурах рисунка и вот сейчас вот например есть еще ритм который есть в оконных проемах и светлых частях вот этого архитектурного здания сооружения все это хорошо работает если на тренироваться и все это использовать то есть думайте чтобы нарисовать нужно было через ритм если это не на тренируетесь это сильно облегчит вашу ситуацию со скетчингом со скетчингом и архитектурным ландшафтным да и вообще любым подробно как с ритмом работать смотрите у меня в сервисе бусте по платной подписке так а теперь про детализацию детализация смотрите какая детализация минимальная минимальная я думаю про человечка я думаю рисовать человечка фигуру вот я делаю вот такую вот странную штуку и в целом она создает впечатление скульптуры вот это тоже создает впечатление скульптуры вот хотя не нарисовано в общем то собственно практически ничего детализация в текстуре материале вот она здесь такая здесь такая же здесь такая же здесь такая же ничего страшного Это все можно отработать, но если вам это, конечно, зачем-то нужно. И впечатление продетализированного рисунка, когда человек смотрит на него в общем, что он хорошо проработан. А если мы посмотрим все вот эти вот маленькие моменты, все очень просто. Просто вот таким образом нанесены штрихи. Как нанесить штрихи, опять же, у меня в платном сервисе. Welcome, подписывайтесь. 400 рублей в месяц. Вообще огонь. Ну и, конечно, классно работает, как я уже говорил, прыгать с формата на формат. Вы берете и сначала делаете маленьком скетчбуке, потом прыгаете на огромный формат. Вот я пытаюсь прийти на лист размером со стену. Ну и потом обратно в микро-микро-зарисовки. И это как будто бы расширяет ваш мозг, как будто бы делает трогание реальности масштабным. Не таким микро-тын-тын-тын, трогательным, крохотным. Ну и не в упорядоченных форматах. А вы берете все. Мне, например, это нужно, потому что там профессиональная деятельность на это завязана. Вам прям тоже советую. Это огонь-тема. Сильно бустит. Бустит мозг. Очень круто. Рисовать, бесконечность. Нам нужно подарить с этим. Народу как-то дофига. Мача-то, блин. Я, ништяк. Огонь. Супер круто. Великолепный мир. Это великолепный город. Великолепный вечер. Великолепный день. Невероятный просто. Как всегда. Как я обожаю это. Какая-то прекрасная жизнь. Какой великолепный мир. Что это? Что это, блин? Какая-то прекрасная жизнь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok